Цифровое телевидение для всех. Такую задачу поставило федеральное правительство перед регионами. О том, как выполняются президентские указы, ивановским журналистам рассказали на пресс-конференции. Целевая программа по созданию обширной сети вещания в высоком качестве реализуется с 2009 года. Из-за финансовых трудностей значительно затянулось. Федеральная программа изначально планировалась к завершению в 2015 году. Об этом мы неоднократно говорили. Однако в связи с экономической ситуацией срок действия программы на федеральном уровне был продлен до 2018 года. Пакет каналов, которые бесплатно могут смотреть жители России и нашего региона, включает в себя 10 информационных, спортивных, культурных и детских федеральных каналов. Что же касается регионального компонента, то с ним дела обстоят хуже. Ширкомасштабное вещание получат только филиалы ВГТРК. Такое решение приняло Минкомсвязи. Получить доступ к бесплатному телевидению могут уже все ивановцы. Сейчас достаточно либо иметь новый телевизор, который поддерживает стандарт ДИКБИТ-2, новый. В продаже других телевизоров сейчас нет. Только такие. Если телевизоры старого поколения, все-таки достаточно разово купить приставочку. Стоимость их там колеблется от тысячи рублей до двух. Уже в декабре жителям региона станут доступны еще 10 каналов, по большей части развлекательных. На сегодняшний день в Ивановской области работает уже 10 радиотелевизионных станций. До конца текущего года завершат строительство еще четырех. Этого, уверяют специалисты, вполне достаточно для бесперебойной трансляции федеральных каналов. Возникшие вопросы по работе системы можно задать по телефону, который вы видите на экране. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.